Теперь в подъезде как дома. Цветы, картина. Создавать уют здесь одно удовольствие. Впервые за 10 лет сделали ремонт. Конечно дорожим, потому что неизвестно, когда еще будет этот ремонт, когда он предстоит. Поэтому, конечно, мы будем его беречь и где-то что-то сами ремонтировать, насколько он нам позволит возможности. Порядок приводят все этажи. Буквально через несколько дней весь этот подъезд будет как новенький. Осталось только докрасить стены. Данные ремонты делаются за счет финансовых средств, которые поступают по статье «Текущий ремонт». В квитанции может увидеть каждый эту статью. И, соответственно, она имеет накопительный переходящий остаток. Таким образом, получается, что, по сути, дом копит на текущий ремонт себе за счет этой статьи. А в этом доме только приступают к работам. Причем в рамках текущего ремонта в порядок приводят не только стены, а еще, например, фасады, потолки, окна. И все работы согласовываются с жителями. С жителями всегда советуемся. На каждом доме у нас есть группа вайбер, ватсап. Даже советуемся цвет краски. Некоторым не нравится. Синий, белый, коричневый. Некоторые, да, но если входная группа, входной козырек или двери в ужасном состоянии, конечно, поднимаем вопросы. Люди обсуждают. Что-то терпят, что-то делаем в первую очередь, что-то позже. Объем работ зачастую зависит от тарифа, заложенного на эти цели. Чем он выше, тем больше управляющая компания может сделать для дома. Многоквартирники сначала осматривают мастера, а потом вместе с жителями определяют очередность, что нужно ремонтировать в первую очередь. Периодичность, конечно же, есть. Период берется 3-5 лет проведения текущих ремонтов. Но корректировка также идет и в моменте, когда проводится смотр жилистного фонда. Это весенне-летний сезон и осенне-зимний сезон. И здесь тоже при необходимости проводятся дополнительные работы. Пока сезон только начинается, с подтеплением управляющие компании обещают массово выйти на объекты. Юлия Никифорова, Вячеслав Синельников, Тюменская служба новостей.